Летом во время ремонта улицы Ленина транспортные потоки развели по соседним дорожным артериям. Идея городским чиновникам понравилась. Мол, пробок в часы пик стало меньше. А потому после завершения дорожных трансформаций в центр вернулись только трамваи. Вполне логично, ведь новые остановочные павильоны не приспособлены под маршрутки. Последние теперь ходят в объезд. Вместо прямого пути по улице Ленина делают крюк по Спасской. Гончарова, Кузнецова и Льва Толстого. Благо, на этих улицах остановки полностью соответствуют ГОСТу. Остановочный павильон на улице Льва Толстого выполнен в минималистичном стиле. Есть соответствующий знак, а над деталями решили не заморачиваться. Маршрутки останавливаются прямо на проезжей части. А чтобы пройти к тротуару, приходится лезть через сугробы. По такому же подобию сделаны остановки на улицах Гончаровой и Спасской. Положительных изменений пока не предвидится. Об этом сообщил Геннадий Шакиров, начальник организации транспортного обслуживания. Улица Льва Толстого слишком узкая, а потому остановочный павильон по всем правилам установить невозможно. Тем не менее, в управлении дорожного хозяйства отмечают, схема движения окончательно не утверждена. Точку поставят после переведения маршруток на регулируемый тариф. Эта процедура у нас уже идет. Вот мы создали организацию. Сейчас передаем полномочия идет. Передача полномочий. И будут внесены изменения в документ транспортного планирования по переводу на регулируемый тариф части маршрута. Сами перевозчики на изменения смотрят скептически. Обещания хорошей жизни для всех участников дорожного движения порядком надоели. Обстановку накаляет состояние проезжей части. Не радует и новая схема маршрутов. Две стречные газельки на узких улочках разъезжаются с большим трудом. Плюс еще припаркованные у обочины легковушки съедают львиную долю дорожного полотна. Решение убрать автобусы с этого маршрута было принято администрацией города Ульяновска без мнения общественности и без мнения перевозчиков. Просто поставили перед фактом. Прежде всего, наше мнение, надо, во-первых, саму ИСР в городе Ульяновске сначала здесь и заняться. Это расширение дорог, полосы для общественного транспорта сделать, а уже потом заниматься изменением всех маршрутов. Пока решается вопрос с организацией дорожного движения, люди стараются выработать привычку гулять пешком после и перед работой. Закладывать больше времени на дорогу. Неудобно. То есть вот с работы вот сейчас приходится идти на железную дивизию, и там трамвай ждать, а маршрутку уже нет. То есть мы на маршрутке уехать домой не можем отсюда. Я редко общественным транспортом пользуюсь, но так, в принципе, разницы особо не вижу. Тут все в шаговой доступности. Это, конечно, неудобно. Почему? Ну, потому что приходится идти далеко на маршрутку, либо дождаться трамвая, а он всегда переполнен. Это, конечно, мы работаем на Ленину, нам теперь надо ходить пешком на остановку. А то, что еще остановочный павильон в таком состоянии, то есть у по факту вообще нет там сугроб, машины и все. Удобно? Ну, конечно, это неудобно. Могут тебя вот тут высадить, могут там высадить, могут вообще не высадить. Это неудобно. В итоге, как показала практика, идея убить сразу двух зайцев, разгрузить центр города и сократить время ожидания на остановках провалилась. Теперь вместо улицы Ленина в транспортных коллапсах погрязли улицы Гончарова и Железной дивизии. Александра Никитина, Виктория Черкова, Артем Куранов, Герман Баранов, Сергей Кудаков. Управда ТВ.